Доброго времени суток, друзья! Прошла ещё одна неделя, и нам есть что вам рассказать. Поехали! В облинских маршрутках теперь можно оплатить проезд по безналу. Это хорошие новости, друзья! А то зайдёшь, пока эту мелочь найдёшь, водителя отвлекаешь. Не дай бог в ДТП ещё попадёт. Главное, чтобы пьяным за руль не садился. А то вот эти пьяные товарищи испортили бордюр на Энгельса 11. Не, ну а что он там стоит, где ему не положено? Да и вообще, какие претензии к водителю? Он не виноват. Машина во всём виновата. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Слушайте, а может быть он вообще в машине не сидел? Михаил Олегович, ну вы-то куда? Господа, официально эта неделя признана неделей стояния в очередях. Ну чё, там можно побыстрее, нет? Чтобы записать ребёнка к врачу, нужно было постоять немножко на улице. Плюс немного потолкаться в регистратуре. Посмотрите, пожалуйста, на этого малыша. Но разве он заслуживает такое в столь юные годы? Я лично сталкивался с таким, когда ходил за справкой со своим ребёнком. Эй, ты длинный, чё без очереди? Так, резонанс, ещё вот в чём. Чтобы попасть в детский сад, нужна справка только от бесплатного участкового педиатра. Справки из плата Финик не принимают. Так как попасть в врачу? Друзья, нас услышали? В тестовом режиме начала работать электронная запись. На данный момент, возможно, запись только к терапевту. Вот это поворот! Но главное, что лёд уже тронулся. Нужно немножко подождать, когда это всё наладится, и всё будет хорошо. Вот бы ещё наладить электронную очередь в городской стоматологии. Надеемся, что и тут нас услышат и наведут порядок с очередями. Аху-ху-ху-ху-ху. С зубами лучше не шутить, все знают. Без сомнений, уверен, что многие видели шокирующее видео избиение школьницы-подростка с женщиной. Ты дурак! Ты дурак! Ты что делаешь? Шесть школьниц бросились на помощь своей подружке. Не закрывай! Не закрывайте её! Было возбуждено два административных дела. Пострадавших ведь двое. Нападавший грозит наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей, либо 15 суток ареста. Ладно, Ваша честь, не расстраивайтесь, пойдёмте домой. Взамен закрытой Тимашовской свалки появилось новое в Малорославецком районе. От добросовестного и активного участника соцсетей Игорь, спасибо вам. Поступила информация о том, что в районе выработанного карьера незаконно организовано складирование, сжигание и захоронение мусора. Пост был опубликован в многих соцсетях и реакция была незамедлительная. Заведено уголовное дело и ведётся расследование. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Кто рано встаёт, тому... ААААА! Очень хорошо. Интересное видео появилось в сети на этой неделе. Здесь. Я не цена. Да, вот. Видите, что делать? Нападение. Нетрезвый мужчина оскорбил женщину. А она лишь всего лишь хотела извинения. Извиняться, за что надо извиняться? А, хорошо, за мат, за оскорбление. Что на них нашло? А вот это жирная, галимая тварь! А вы женаты, наверное, на такой? Эээ, что? Такой. Не понял. На такой. Вот, видите, как прекрасно. Не, ну, теперь понятно, понятно. Ребята, давайте жить дружно. Алкоголь это зло, ребята. Давайте уважать друг друга. На этом у меня всё. Спасибо за ваше внимание, друзья. Всем хороших выходных. С вами был Дмитрий Данилов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!